Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО. Послушайте, что говорит Верховный комиссар ООН по правам человека. Она недавно, ну в мае выступала, да? Она сказала, в селе Ягодное Черниговской области российской военной 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и 5 людей с инвалидностью в подвале школы, без туалета, без воды. 10 пожилых людей умерли. Это борьба с нацизмом? Знаете, к сожалению, к сожалению, и международные чиновники, включая Верховного комиссара по правам человека, включая, к огромному моему сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей ООН, подвержены давлению Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад. То есть получается, опять Россия белая и пушистая, да? Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. По поводу британцев, которые недавно были приговорены к смертной казни, поэтому в глазах Запада Россия несет ответственность за судьбу этих людей. Вы не считаете, что этот смертный приговор... Меня глаза Запада не интересуют вообще. Меня интересуют только международные права. По международному праву наемники не являются комбатантами, поэтому что у вас в глазах, откровенно говоря, не имеет значения. Они не наемники, они служили в украинских вооруженных силах. Это должен определить суд. А вы считаете, что там независимый суд? Я убежден, что там независимый суд. А вы считаете, у вас независимый суд? А вообще по поводу отношений с Ликобританией сейчас, да? Они... Ну, сказать, что они плохие, это, конечно, мягко сказано. Да вы знаете, по-моему, там уже нет никакого поля для маневра в этих отношениях. А как вы... Потому что и Джонсон, и Трасс заявляют публично, мы должны победить Россию, мы должны поставить Россию на колени. Ну, давайте, ставьте. А как вы видите Ликобританию сейчас? Как Москва видит? Ну, страна, которая пытается в очередной раз принести в жертву свои коренные интересы своего народа амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах и больше ни о чем. Спасибо.